Доброе утро! С новостями на канале УТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, чем стали чаще болеть жители региона, зачем в Новосибирске создадут гастрономический атлас и какое природное явление сегодня повлияет на самочувствие людей. Новосибирцы стали чаще болеть гриппом и простудой. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. С признаками недомогания к медикам на прошлой неделе обратились более 18,5 тысяч пациентов. По мнению специалистов, на территории области продолжается рост заболеваемости, характерный для зимы. Для того, чтобы защитить себя и близких от заражения гриппом и ОРВИ, новосибирцам рекомендуют укреплять и закалять организм, правильно питаться, регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку, пользоваться маской в местах скопления людей и чаще мыть руки с мыла. При появлении симптомов недомогания необходимо обратиться к врачу. Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свое исследование. Отмечается, что самые низкие цены на такой вид топлива наблюдаются в Казахстане. Замкнула тройку лидеров Беларуси, а на четвертом месте расположилась Украина. Самый дорогой бензин среди европейских стран продается в Нидерландах. При переводе на российскую валюту топливо там стоит 117 рублей за литр. В Новосибирске создадут гастрономический атлас. В нем соберут рецепты блюд, которые готовили на территории региона в разные времена. Для чего понадобился такой кулинарный сборник, расскажет Сергей Толмачев. Брали кашу на капусту и заменили ее в закате русской пищи. Потом ездили в каком-то там чухунке, или в горшке керамическом, в санях. На морозе тушеная капуста стояла 24 часа, потому ищи называются суточными. И уже потом из такого консерванта варили густой душистый суп. В каждой губернии России был свой рецепт. Использовали местные растения. Например, в средней полосе борщевик. А по мере освоения Сибири щи становились еще экзотичнее. Пошел русский человек дальше, дошел до Тихого океана, дошел до Дальнего острова. Смотрел на привычки местных жителей. Они с покой веков ели и едят, слава богу, заготавливают папоротник. И начали готовить щи из папоротника. Сегодня повара рассказывают о блюдах, которыми собираются удивлять иностранных хоккейных болельщиков. В Новосибирске ждут несколько тысяч человек. Кулинары успели даже конкурс провести. Один из участников готовил у клуба Колыванский. Там был сазан. Особенность была в том, что перед тем, как готовится, она обжаривается. Варится консервирован бульон. И затем используется корнеклоды, лук, морковь, картофель. Но вот этот вкус жареного в супе, он является, наверное, необычным. И этот рецепт действительно из Новосибирской области. На сегодняшнем мастер-классе готовят другой деликатес – тушеную утку с капустой. Это блюдо должно появиться в меню многих ресторанов. Тем более, что продукты не нужно привозить издалека. В нашей области работает пиццефабрика, главный продукт которой – утиное мясо. Мы хотели бы разрушить стереотип, что утка – это готовится только по-пекински, либо мы это делаем на Новый год или Рождество. Утка должна стать повседневной нашей едой, как это было историей. А чтобы туристы лучше ориентировались в гастрономической карте Новосибирска, для них напечатают кулинарный путеводитель. На одной стороне буклета будет именно меню из блюд сибирской кухни, а на другой стороне список ресторанов, которые отработали эти блюда по нормальным традиционным рецептам. Такую брошюру выпустят уже в нынешнем году. Рестораторы надеются, что многие болельщики после чемпионата захотят приехать в Сибирь еще раз. Голодными точно не останутся. Сергей Толмачев, Евгений Агиев. Новости ОТС. Каждый второй россиянин готов полностью сменить профессию. Это выяснили в ходе опроса аналитики сервиса «Суперджоб». Каждый десятый житель страны не хочет проходить переквалификацию. Остальные затруднились с ответом. По словам экспертов, недовольство нынешней специальностью, как правило, связано как с неверным выбором при поступлении в УЗ, так и с низким уровнем зарплаты. В феврале жители региона ждет четыре магнитных бури, первой из которых случится уже сегодня и продлится весь день. Метеозависимым людям этого хватит, чтобы почувствовать недомогание, головные боли и слабость. Чтобы снизить влияние бури на организм, ученые рекомендуют ограничить тяжелую физическую активность, больше отдыхать, спать не менее 8 часов в сутки и убрать из рациона жирную и калорийную пищу. К этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал, смотрите сюжеты в социальной сети Instagram УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин, всем удачи и до встречи. Доброе утро! С новостями на канале УТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, почему новосибирцев просят убрать машины из дворов, какие изменения внесут в учебники ОБЖ, и почему жители региона просят собрать посылки солдатам. Новосибирцев попросили не оставлять машины вдоль дорог. Такое обращение к горожанам опубликовала мэрия на своем сайте. Власти отмечают, что припаркованные авто мешают работе снегоуборочной техники. Кроме того, водители призывают убирать машины с внутриквартальных проездов и придомовых территорий по просьбе управляющих организаций. По всем вопросам, касающимся качества очистки дорог и тротуаров, можно позвонить круглосуточно по телефону 051. Закрыли на карантин. 162-я школа в Академгородке сегодня пустует. Там превышен эпидпорог по ОРВИ. Болеют больше сотни учеников. Занятия возобновят 6 февраля. По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, на внеплановых каникулах сейчас малокомплектный детский сад «Теремок» в Мастянинском районе. Другие образовательные учреждения региона приостановили деятельность лишь частично. Диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» по официальным данным врачи поставили полутора тысячам детей. В Северном высадился снежный десант. В его составе 21 доброволец. Все они студенты вузов Новосибирска, Томска и Алтайского края. Молодые люди проведут культурно-массовые мероприятия, профориентацию школьников и помогут нуждающимся. С волонтерами встретилась наша съемочная группа. В прошлом году все хорошо почистились. Я прямо рада, не знаю. Я не смогу залезть, потому что у меня спина больная. Вроде здесь-то мало-мало чищу. 220 вольт спешат на помощь жителям, которым не под силу почистить снег или наколоть дров. Михаил четвертый год подряд ездит по отдаленным селам. Самое приятное – это приходить в гости к пожилым, то есть чистить им снег. И самое приятное – это слышать слова благодарности. И то есть люди, которые не могут ходить, грубо говоря, им просто нет внимания. И наша задача – прийти, навестить и хотя бы просто поговорить с некоторыми из них. Для них это уже приятно. А вот Матвей только вступил в отряд, но уже видит результаты работы. Провести игры с детьми развлекательные, провести им лекции по здоровому образу жизни и провести агитационные лекции, рассказать им про университеты города Новосибирска. Я хоть и впервые попал в такое место, впервые участвую в всероссийской патриотической акции «Снежный десант», но я уже зарядился этой энергией. Ну и, конечно же, как в любой команде, здесь есть свои традиции. Например, после каждого концерта мы вместе всем отрядом поем гимн прямо на сцене. Это, конечно же, розетки. На наших формах у всех есть розетки. Каждая розетка имеет разный цвет. Допустим, если ты съездил один раз, у тебя зеленая розеточка. В следующий раз ты приехал, тебе уже дается желтая, ты носишь две. И так с каждым годом у тебя появляются розетки нового цвета. За четыре дня ребята помогли более 30 жителям района – пенсионерам, инвалидам, ветеранам. А также очистили от снега часовню и территорию школы. Марина Плотникова, Максим Гришаненко, Новости ОТС. В России внесут изменения в учебники ОБЖ. В них добавят информацию об игромании, мошенничестве и деструктивном поведении в социальных сетях. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По словам чиновника, взрослые должны не утаивать проблемы у детей, а наоборот, называть вещи своими именами. Ранее президент страны отметил, что работа по актуализации учебников ОБЖ востребована. Новосибирцев призывают собрать посылки солдатам. Акцию проводят в преддверии Дня защитника Отечества. Горожанам предлагают вспомнить о тех, кто сейчас выполняет свой воинский долг и сделать им приятный подарок. Посылки собирают по 20 февраля в Доме молодежи «Маяк». Можно приносить продукты со сроком годности не менее 30 суток, принадлежности для бритья, письма и открытки с поздравлениями. 21 числа все посылки будут переданы солдатам, проходящим срочную службу в учебном центре при Новосибирском высшем военном командном училище. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Инстаграм. ОТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, почему новосибирцев просят убрать снег с балконов, запретят ли посылки из Китая и куда исчезнут бумажные чеки. Новосибирцев просят срочно убрать лед и снег с балконов и карнизов. Кроме того, управляющие организации должны проконтролировать и по мере необходимости очистить крыши многоквартирных домов и сооружений от наледи. По прогнозу синоптиков, до пятницы в городе будет положительная температура воздуха, а в таких условиях могут образоваться сосульки и снежные навесы. Также городские власти напоминают жилищным организациям, что в опасных местах должно быть выставлено ограждение. Необходимо усилить контроль за работой дворников и техники по очистке тротуаров. Новосибирцам напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051. В Госдуме предложили запретить принимать посылки из Китая. По мнению автора инициативы, между странами происходит неконтролируемый бактериологический обмен через почтовое отправление. При этом парламентарий указал, что интернет-магазины КНР продают в том числе продукты питания, приправы, готовые блюда и другие товары, которые могут стать переносчиками инфекции. Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. Случаи заболевания зарегистрированы уже во всех регионах Поднебесной. В Барабинском районе живет мастер, способный удивить своими работами любого. Мужчина изготавливает шедевры из кожи. Сколько уходит времени на экспонаты, где автор берет идеи, узнали мои коллеги. Здесь кожа плюс мешковина. Хотел немножко отойти от кожи. Детали, в принципе, это капельницы, шланги от капельниц, обычная цепочка, зажимы, заклепки. Все очень такое простое, обыденное. В умелых руках мастера простое и обыденное превращается в настоящий шедевр. Декоративной обработкой кожи Николай Докучаев занимается 2,5 года. До этого работал с берестой, металлом, но, как говорит, нашел себя, взяв в руки лоскут кожи. Изначально было сложно. Очень тяжело по коже угадать, что получится. Потому что при термообработке она совершенно меняет свой вид. Поэтому очень долго шел. Очень часто не получалось что-то. Приходилось заново детали эти делать. На одну работу у меня уходило около месяца. Сейчас, конечно, все быстрее, от 2-3 дней до 2 недель. Занимается кожей в свободное от работы время. Николай – художник-декоратор в районном дворце культуры. Самое большое я, наверное, 12 часов просидел. Просто. Иногда даже не ешь. Потому что хочется быстрее и быстрее посмотреть, что из этого получится. Дракон и ящер, мрачный жнец, удельщик. Героев находят в книгах и фильмах. Почему темный, отвечает. Теперь уже фирменный стиль. А с мистикой у него с детства особое отношение. Вообще, в принципе, я всегда любил мистику с детства. И это прослеживается на их работах. Там и различные мистические какие-то существа, мифы и легенды различных народов мира. И Индия, Греция, Япония. Поэтому сейчас очень много именно работ, связанных с мистикой. Материал для работы дарят друзья и знакомые. Из старых кожаных курток, юбок, брюк и плащей рождаются необычные персонажи. Их у Николая уже 70. На предложение продать пока отвечает отказом. Не продаю, потому что еще как-то мало их работ. Хотелось бы им о выставке, чтобы люди увидели, оценили это творчество. Сегодня с работами Николая можно познакомиться в Искитимском историко-кроведческом музее. Возможно, в скором времени их увидят и новосибирцы. Переговоры с организаторами выставки уже идут. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. В России введены электронные чеки. Поправки вступили в силу с февраля. Теперь при покупке в торговых автоматах можно отказаться от кассового чека, если аппарат оборудован экраном, на который можно вывести QR-код. Также такой документ можно будет получить на электронную почту или по СМС после введения в терминале необходимых данных. Процедура возврата денег и товара не меняется. Камерный оркестр Новосибирской филармонии отправился на международные гастроли. Большой тур в Эстонию продлится до 11 февраля. Коллектив будет представлен на фестивале «Мустанинфест». Концерты пройдут в разных залах под управлением знаменитого маэстро Андреса Мустанина. Исполнят тройной концерт для скрипки, виолончелей, вортепиано Бетховена, произведений Чайковского, Медельсона и Кончели, а также новое сочинение Барданашвили. После возвращения из Эстонии оркестр выступит в Санкт-Петербурге, в концертном зале Мринского театра и в Шереметьевском дворце. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok